Сейчас за 10 секунд я назову все плюсы счета для бизнеса в Тинькофф. Считайте. Бесплатный сервис для работы с маркетплейсами, инвестиции для бизнеса, решение по кредиту от 2 минут, переводы физлицам без комиссии до 15 миллионов рублей, безлимитные межбанковские переводы и... Не успел. Но вы можете узнать больше на сайте, а еще получить полгода бесплатного обслуживания счета. Всем фуд привет! Меня зовут Макс Брандт, а вас, скорее всего, нет. В любом случае, вы включили это видео, чтобы узнать мое мнение о бургерной суба. Ну или просто решили вкусно под меня поесть. Как бы то ни было, я рад каждому из вас. Субхан Мамедов, он же Суба, две недели назад открыл бургерную соулбургер с самыми вкусными, по его мнению, бургерами. По легенде, Суба попробовал в Дубае потрясшие его бургеры в заведении Солт и всеми правдами и неправдами пытался завладеть рецептом. Не сразу, но у него получилось это сделать. И вот он презентовал свое творение в Москве. Первые дни был дикий ажиотаж. Бесплатная еда, толпы подписчиков, полиция и блогеры на день превратившиеся в фудблогеров. Интерес аудитории подпитывался еще и тем, что был объявлен розыгрыш крутых призов за чек от 5000 рублей. Но произошла какая-то путаница, слэш обман, и никто, как говорят, пока ничего не получил. Сходим, проверим, попробуем, узнаем и расскажем. А вы не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Также не забывайте о том, что в моем медиа-награде за еду фуд-эксперты пишут для вас авторские статьи про чай, кофе, нутрициологию, есть подборки акций в ресторанах и много чего еще. Ссылка в описании. Еще один важный момент. Первого сентября в пятницу у меня день рождения. Больше скажу. Юбилей. Планирую большое мероприятие с парой сотни гостей. Друзья, коллеги, блогеры и артисты. В связи с этим обращаюсь к вам. Есть ли среди моих подписчиков те, кто хочет и может вкусно накормить гостей, чтобы в течение дня еда не превратилась в тыкву и чтобы фуд-блогеру не было стыдно за фуршет? Также ищу тех, кто может напоить ораву знатных випевок и развлечь тех, кого уже ничем не удивить. Заведения, доставки, агрегаторы, поставщики и производители. Артисты оригинальных жанров. Фокусники, певцы, жонглеры, музыканты и многие другие. А также владельцы мобильных аттракционов и увеселительных штук. Интересуют все. Пишите на почту brandworksobakoyandex.ru. Я уверен, что мы договоримся. А пока приятного просмотра и аппетита. Господа, как фуд-блогер я точно знаю, еда не приходит одна. К сожалению, вкусной трапезе часто сопутствуют неожиданные пятна на одежде. К счастью, в борьбе с ними отлично помогает кислородный пятновыводитель Brand Free. Он отлично справляется с удалением многих видов органических загрязнений. Кроме того, он гипоаллергенный, безопасный для большинства материалов и имеет более 60 тысяч положительных отзывов на маркетплейсах. Сейчас покажу, как он работает. У меня есть замечательное белое полотенце, которым кто-то умудрился вытереть пролившийся чай. Предлагаю его замочить. Полотенце. Для этого в тазик засыпаем кислородный чудо-очиститель Brand Free и заливаем горячей водой. Далее закладываем полотенце на замачивание. Видите? Пошла реакция. Оставляем на некоторое время, а затем стираем, как обычно. Результат налицо. Пятно ушло, а полотенце снова имеет первозданный вид. Кроме того, этим же средством можно отмыть горы посуды. Особенно выручить после семейных застолий и отдыха на природе. А вообще средства подходят и для стирки цветной, белой или черной одежды, и для очистки подошв любимых ботинок, и для очистки поверхностей, и для много чего еще. Одним словом, максимум универсальности за адекватные деньги. А это только радует. Купить средство можно на Wildberries или Ozone. Там же можно ознакомиться с положительными отзывами других покупателей. Ссылка в описании. Первое впечатление следующее. Уютно, современно, и такое ощущение, что ты в новомодном офисе Билайна. Черно-желтые цвета, такая вот легкая музычка. Это цветочки, скорее всего, искусственные, хотя некоторые, возможно, и настоящие, которые в кадре стоят около окон. Ну, в общем, такой дайнер на новый лад. Ничего не раздражает, не смущает. Столы удобные, диванчики тоже. Народа, кстати, не так много, но, с другой стороны, сейчас будний день, пол второго. Ну, наверное, столов 6-7 занято из 20. Неплохо. То есть, две недели прошло, народ есть. И вот ребята сидят, вот меня узнали, я говорю, как вам? Они говорят, супер сочные бургеры, классно. Ну, посмотрим. По виду, как бы, нет ничего супер такого вау в плане эффекта, но и в бургерной такого и не бывает. И если мы сравниваем с Гуча Кафе, то здесь приятнее, потому что свободнее. Там был стол к столу и очень тесно было, а здесь вот есть свобода и простор. А это все бургеры, 5 всего штучек? Да, позиции по 2 бургера идут. Да, ну, тогда все бургеры в минимальной, да, подаче. И я думаю, что все закуски тогда, тут их тоже, да, тоже их 5 штук, я думаю, что в целом будет нормально. А по напиткам? По напиткам, смотрите, у нас есть холодные лимонады. Свои? Да. Есть, получается, молочные напитки с тапиохой, это с мармеладами, шариками. Паблки. Чай, кофе, горячая, как здесь у нас в бизеровке, кола, фальта и энергетик без сахара. Так, давайте тогда, знаете что, какой-нибудь из ваших коктейлей безалкогольных? Угу. Какой посоветуете? Ну, вот, покислее, поинтереснее? Покислее. Вот у нас есть коктейли, к сожалению, милкшейков нет, но есть в Баблтех. Я бы посоветовала вам. Так, а коктейли нет и милкшейков нет? Милкшейков нет. А коктейли есть? Коктейли есть, именно. Давайте коктейль все-таки какой-нибудь поокислее, если есть. Мохито, оранж? Мохито классическое есть. А вот манго фрозен, это? Это, да, лимонад, манго и нюня, просто холодное. Есть и маракуйя, тоже маракуйя, тоже очень вкусная. Мне больше, например, урокилы нравится. А космополитен, редбери, там какая ягода? Красная. Ну, давайте космополитен, а он будет сладкий все-таки? Ну, вот если брать либо манго, либо космополитен, все-таки манго. Манго еще. Давайте, да, манго. Так, а не подскажете по соусам, я тут вас не вижу. Да, сейчас скажу. У нас соус есть, смотрите, горчичный, медово-горчичный, есть спайсик соус, оригинальный соус. Там идет кетчуп, майонез, миново-горчичный перемешивание. А вы сами делаете или это сами делаете? Да, там, мы имеем в виду оригинальный соус? Ну, а в целом соуса сами делаете или там, условно, Heines? Нет, вроде сами делаем. Сами делаем? Можно точно узнать? Конечно можно. Вроде, говорит, сами делаем. А какие вы сами делаете соусы? Оригинальный мы делаем сами, трюфельный мы делаем сами. Тогда давайте оригинальный, трюфельный, да, потому что... Да, это интересно. А напомните, какая сейчас история с ящиками? С ящиками, к сожалению, мы еще пока что не в курсе, так как нам еще ничего, никакой сигнала нам не дали. Ведь мы сами наблюдаем по словам Санцуба, и как только он наш сигнал, мне кажется, он сам будет присутствовать в этот день. То есть все, кто купили, в принципе, пока ждут с чеками, что достанется? Да, вроде бы сохраняются чеки, на всякий случай все сохраняют чеки. Но у меня вроде тоже больше 5000, что ли? Да, 5310. Значит, я один из участников, тоже буду ждать сториз. Возможно, и нет. Да, и все, да. Потому что не ясно как. Ну, давайте оплачивать. Интересная ситуация. В меню на экране было 5 бургеров и 5 разных закусок. Мне вынесли 7, потому что я заказал все. Ну, давайте разбираться, что к чему, и начнем мы с классической фри. Фри классика здесь стоит 200 рублей, и эта цена, в принципе, неплохая. Да, можно найти дешевле, но если это вкусно, пускай так и стоит. Выглядит приятно, подхрустывает едва-едва, в основном вот пюре внутри. Возьмем потоньше. Чуть бы хрустый добавить, а так реально классика. С противовкусием именно вот картошки вареной. Да, и как будто бы легкости не хватает. Опять же, хруста. Даже тонкие ломтики, которые по виду должны звучать, этого не делают. Минус ли это? Я думаю, что вкусовщина, но это не самая вкусная картошка в моей жизни. Не самая плохая, кстати, потому что бывало и хуже. Что у нас по соусам? Оригинальный 50 рублей и трюфельный тоже 50 рублей. Давайте начнем с орига. Видим вкрапление перца, я думаю, что он будет пикантным. Ну да, кислинка и такая вот ожидаемая жгучесть. Знаете, похоже на что? На тройственный союз кетчупа, горчицы и майонеза. Я что-то произнес и... Оригинальный соус. Там идет кетчуп, майонез, миновый горчичный, кемес. По-моему, девушка это и описывала. То есть мы смешиваем горчицу, кетчуп и майонез. Прикольно, то есть вроде как базово знакомо, но оригинальный, правда, веселенький. Да, горчица есть, томатная составляющая, ну и такая вот жирненькая вот майонеза. Неплохой. Что у нас по трюфельному? Ну, вроде как грибов не пожалели. Да, тот самый аромат трюфельной пасты. Тоже очень майонезный, тяжелый, жирный. Опять же, неплохо, и брать это, в принципе, можно. Но самое главное здесь бургеры, потому что отдельно за картошкой никто не ходит. То есть если бургеры классные, то это взять допом, милое дело. Ну вот как-нибудь сделаем так, чтобы она побольше хрустела. По соусам не знаю, какой лучше. Я думаю, что они равнозначны и стоят не очень дорого. Сейчас уже в некоторых заведениях там и по 70, по 100 рублей соуса. Поэтому 50 за такую порцию. Дело милое. Манго фроузен дайкири, 230 рублей. Напиток стоит адекватных денег. И внимание прошу обратить на качество стаканов. То есть они плотные, не выливаются ничего. Вот это качественно. И посмотрите, какое отверстие. То есть тоже, в принципе, да, ничего у нас не вытекает. Вот, всё. Вот здесь денег не пожалели на закупку качественной посуды. Так что это плюс. Манго. Сладненькая, с кеслинкой. Напиток функциональный, чтобы запить как раз-таки закуски и бургеры. Опять же, не выдающийся, не какой-то вот супер-классный. И особенно нужно с этим сюда идти, нет. Но не стыдный, довольно дешёвый, в принципе, для манго, потому что чувствуется натуральность. Да, скорее всего, чуть-чуть пюре и сироп. Но нет вот притерности и химозности. Это, это годно. Далее идёт фриз с соусом промезан. И логично, что стоит 250 рублей. То есть 200 за порцию картошки и 50 рублей за соус. Я вот не знаю, есть это вилкой или пытаться рукой. Ну, давайте рукой, раз всё-таки это стритфуд. Примезан очень тусклый. И вот отдалённый вкус сыра есть выдержанного, но практически нет. Картошка та же самая, тут больше говорить не будем. Немного сырный такой вот с кислинкой. Соус. Неплохой, но опять же очень майонезный. Чуть-чуть, я обожаю майонез, но в соусе промезан хотелось бы больше сыра. Давайте всё-таки делаем следующим образом. И всё-таки ещё раз скажу. Вяленькая картошка фри. Если бы она чуть была пободрее, было бы намного лучше. А так мы получаем, на сути, пюре с отдалённо сырным, но больше майонезным соусом. Всё-таки думаю, что стоит взять обычную фри и к ней вот соусы отдельно. Самодельное. Неплохо, но не теперь выигрышно. Это у нас оригинальные бургеры за 590 рублей. Ну, на самом деле, придумка интересная. То, что делить большой бургер на 2 часа, то есть, чтобы и много людей попробовал разные бургеры, и если вдруг вам много чего-то такого сытого, тяжёлого, с булкой массивной, разделить, будет, возможно, и хорошо. Булочка мне нравится тактильно, но выглядит, как сморщенная, собственно, после ванны. Видим сыр, видим сырный соус. Немного у нас... Хотя нет, ну, достаточное количество ломтиков огурца. Котлетка. Ну, котлетка, конечно, супер детская на один вкус. В такой подаче есть свои плюсы и минусы, но самое главное – вкус. Довольно сочный. Это уже неплохо. И вот здесь, кстати, сырный соус и сыр очень сильно встревают в ощущениях. Котлеты чувствуются, это приятно, но мне не хватает помидорки. Вот томат в бургерах нужен обязательно для сочности, для пышности, для разнообразия. Пытается делать вид, что он сочный, но всё-таки 590 рублей. Если их объединить... Тихо, у нас копыть. Если их объединить, в принципе, цена... Нет, ну... 590 рублей фарша можно купить суперогромного здоровяка. Прям вот и с яйцом вроде там есть, и с беконом ещё. Тут, ну, слишком просто, базово. Булки, кстати, неплохие по вкусу, по мягкости. Вот выглядит, конечно, средне, но с другой стороны... А кто из нас выглядит очень свежо в последнее время? Ну, как-то вот на один раз на пробу годно, то есть вы не расстроитесь. Но так, чтобы повторять, вот, по крайней мере, оригинально, думаю, что точно не стоит. 590 рублей, то есть по там 200... сколько? В общем, разделите 590 на 2, и получится цену одной половинки. Ну, вот смотрите, если бы эта бургерная была не известного человека, не блогера, зашли бы вы сюда. Я думаю, что если и да, то как раз на один раз чисто вот на пробу оригинальной и классической истории. Надеюсь, другие бургеры меня как-то больше вадушевят. А вот это блюдо похоже на выгоду. Free spicy за 250 рублей, то есть тут 200 рублей получается картошка, 50 рублей соус и бесплатно халапеньо. Давайте сразу возьмем такой вот срез, чтобы проверить жгучесть. Маринованные, хорошие. Нет, хорошие-хорошие. Мне уже нравится. И давайте с сырным соусом. Та же история с соусом, что и у пармезана. Отдаленный сырный дух, но в основном жир от майонеза. Начинка здесь богаче, поэтому картошка, вяленькая, не хрустящая, выглядит более выигрышно. Годно. Если вы любите острый, либо можете его переносить, в виде халапеньо, брать стоит определенно. Хорошо. Соуса много, не жалею. Обмакиваем соусом и пробуем еще раз. Определенно пока что лучше. У них все бургеры в двойной подаче, и этот трюфельный стоит 620 рублей за пару. Ну, давайте смотреть, что к чему. Булочка та же самая. Трюфельного соуса много. Еще вот какой-то сырочек здесь. И такая же махонькая котлетка. Аромат трюфеля бомбезный. Яркий, пышный. Супер аппетитный. Вот, здесь прям баланс. Вкус каждого ингредиента. Ой, не много, но в любом случае чувствуется котлета хорошо. Чувствуется трюфель отлично. Сыр для жирности добавлен. Ну и булочка в финале, не забивая никакой вкус. Вот это прям хорошо по вкусу. Но 620 рублей. Даже за два небольших. Такое чувство, что дороговато. Я помню, что я обычно хвалю там за тысячу, две, три и двадцать пять тысяч блюда. Но все-таки бургер это вот простая история, которую могут сделать многие. Вкуснее, чем оригинальный. Дороже, ну чуть-чуть. Но в принципе, если вы с ценами знакомы заранее, то это взять стоит, если вы уважаете трюфельный вкус. Мясо хорошее, но как будто вот, знаете, только трюфель. То есть тут нет ни помидоров, ни огурцов, никакого другого овоща. Пустовато. Но при этом все, что есть, все очень сбалансировано. Переходим к куриным стрипсам за 350 рублей. Порция, в принципе, неплохая, сытненькая. Соус очень похож на айоли или там сладкий чили, что-то такое. И давайте возьмем вот верхушечку. Ароматы очень слабые, невыдающиеся. У курицы та же самая проблема, что и у картошки. Она не хрустит. То есть она вот приготовлена, но как домашняя. То есть это не фастфуд, не стрип, где вот прям много жира должно вас там хрустеть, ломаться. Быть ярким по вкусу и по аромату. Потому что курицу с каким-то, опять же, масляно-майонезным соусом. И вот то, что здесь крапление перца, на это не смотрите, потому что не остро совершенно. Но, честно сказать, как-то вяленько. То есть это бы я не повторил. И по вкусу как-то так себе. То есть не просто и... Нет эпитета, который бы точно это аккортизовал. По крайней мере, я пока не знаю. Ну, невзрачно, может быть. Пришел сюда 35-летний чувак, уже такой поживший, грустный. Эх, и курица уже не та, и соус не тот, и молодость ушла. В общем, переходим к другому блюду. Далее у нас идет хрустящий цыпленок за 590 рублей. Также два мини-бургера. Но это уже прям массивный. Давайте посмотрим, что внутри. Вот, здесь уже лист салата, много такого сырного айоли, да, и хрустящий цыпленок, видим, стрипсы. Курица вообще не чувствуется, как и в закуске. То есть очень много жирного такого майонезного соуса с пикантностью. Ну, даже не пикантность, она вот такая больше кисленькая, дрожающая. Ну, рецепторы, они нас с вами. Курица не особо чувствуется, не хрустит. Булочка та же. Лист салата. Ну, дает какую-то там витальность, жизнь, ну, вот углеводная бомба. Большое количество соуса – это почти всегда хорошо, потому что из потенциально сухого бургера делаются такой сочный. Ну, здесь как будто бы перемудрили и перекрыли вообще все вкусы этим вот соусом. Отдельно курицу попробовал, и она там прочувствовалась. Но, однако, тоже вот безжизненная. Просто вкус курицы без хруста, без чего-то такого интересного. Вот обычно ты берешь курицу в бургере, когда ты хочешь пп-шный вариант. То есть, ну, может, тут такое, грудка же, она менее калорийная, чем все. Но с таким количеством соуса это вообще не работает. То есть, ну, да, курица – это полезно, но здесь все остальное перекрывает эту пользу сплошняком. Не знаю. Вот в детстве, я думаю, попробовал этот бургер, я бы сказал, вау, классно, много соуса, там типа все полисущее, курочка, все. Сейчас, когда я пробовал там уже сотни бургеров, я думаю, что все-таки это не круто, не айс. Да, я вижу, опять же, много людей и большое количество детей, среди всех, как бы, гостей в заведении, много взрослых и отдельные детьми пришедших. Но сейчас пока еще открылось две недели назад, то все ходят в первый раз. Интересно, что тут будет через месяц-два, когда первая волна спадет, и вернутся ли люди. Не знаю, вернусь ли я или нет. Вот если я буду мимо проходить, и буду голоден, зайду ли я сюда. Знаю, что брать возможно, но, в принципе, здесь большое количество разных заведений, поэтому не знаю. Но этот бургер точно не идеальный, и чем-то нужно заменять часть соуса. Возможно, опять-таки, может быть, овощами. Потому что овощи с курицей, они как бы более приятны для худеющего бургерного человека. К сожалению, это съедобно. Следующее блюдо – читас с фри. И тоже стоит 250 рублей. Посмотрите, сколько здесь посыпки из читаса. Соус похож на тысячу островов. И, соответственно, большая порция фри. Давайте сразу все сверху вниз попробуем, чтобы понять общий вкус, да и по отдельности здесь не попробуешь. Все понятно, все знакомо. Да, тысяча островов вместе с читасом, который ни с чем не перепутаешь. И та самая красота, которую можно пробовать несколько раз. То есть, недорого по сравнению, в принципе, со всем остальным. Прикольно, но все-таки на один раз. И опять же, вот читас не хрустит. Даже в виде пыли, он вот обычно подхрустывает. Здесь как будто мьют, и все. Довольно интересно, но все-таки на один раз. Потому что вкус насыщенный, и ты быстро от него устаешь. То есть, он вот приедается. Взять на компанию в первый приход можно. Но что мне подсказывает, что через время, может быть, месяц-два, это уже будет стоить рублей 300. Куриный читас 590 рублей, также за две маленьких порции. Видим тут читас, да, покрошенный. Видим такой вот стрипс, сыр, зелень. Но опять же, да, ни огурца здесь, ни помидора, ни лука. Ну, как-то очень базово за такие деньги. Редкий случай для этой бургерной. Ощущается аромат читас, ну, и все. Но это уже неплохо. То есть, хоть что-то пахнет. Бойтесь своих желаний. Вот совсем недавно я ругал бургера, потому что слишком много соуса. Он такой прям сочный, жирный. Здесь просто ноль. То есть, ты кусаешь, сухость с сухостью, и сухостью пока нет. Вот капелька белого соуса есть, но ее совершенно не хватает на сыр, читас, булку и вот такое количество курицы. Самый провальный бургер из всех. У нас, конечно, еще последний есть. У него есть шансы садить на первую строчку антирейтинга. Но это очень печально. То есть, настолько несбалансировано, настолько пусто, настолько вот отчасти даже неприятно, потому что приходится жевать эту вот сухую массу из читаса, с толстой панировкой, сыр тоже чуть уже такой синдивепший. Вот не знаю, ну, реально только в сравнении ты понимаешь, что те бургеры были прям, ну, неплохие и оригинальные, там, и особенно трюфельные. Либо мне его как-то сделали не так. Ну, я просто не очень верю, что вот этот бургер по техкарте сделан. То есть, это же шеф-повар такой говорит, ребята, я знаю, как сделать классный бургер. Вот так. Ну, странно. Ну, то есть, если там, в принципе, оплошности понятны, но вкусовщинны, то здесь объективно он плохой. Да, это тоже еда, то есть, этим вы чулок набьете, но хочется же какого-то удовольствия, какого-то наслаждения хотя бы минимального за 500-90 рублей. За эти деньги можно купить три шавермы, как говорится. Ну, нет, ну, странно очень. Вот реально не верится. Ну, вот вы видите, да, как вам показывают. То есть, как мне принесли, так, собственно, я вам и продемонстрировал. Ну, печаль. Куриный попкорн за 350 рублей. Вот такие вот кругляшки. Такое чувство, что с горчичным соусом. Да, здесь горчицей пахнет, это вот первый соус, который имеет богатую ароматику. Подхрустывает с одной стороны. Но вкуса никакого. То есть, первые две секунды ты чувствуешь соус, горчичку, причем не злую совершенно. Потом проклевывается цыпленок, и все, как будто вот живешь картон. Ну, с чем связано, непонятно. Ну, опять же, это еда. То есть, можно взять, чтобы забить желудок. Но чтобы насладиться и какие-то эмоции получить, от этого точно не получится. И засунки нет еще в ажку. Ну, да. Живешь комок. Здесь очень не потрустывает. Соус хороший, он, кстати, здорово. Думаю, что подошел к картошке. Давайте-ка вот так вот махнем. Так что отдельно горчичный к фри можно взять. Ну, я вот не знаю, что хуже. Стрипс или попкорн. С курицей как-то здесь не задается. То есть, все-таки, это не Ростикс, не JFC, там, не Chicken House. Здесь курица второстепенна. И с соусами нужно в целом поработать. То есть, это неплохой, но, опять же, на фоне всех остальных слабых. Нет, ну, все, я даже не буду есть. Последний бургер в этом заведении, называется Халапени, стоит 590 рублей, также за два небольших. Белый соус, много Халапени, хрустящий лук. Тут тоже много соуса и небольшая совсем котлетка. За ваше здоровье, господа. Суховат немного, но по сравнению с куриным предыдущим, вообще, шик. Опять вернулись к неплохому, потому что можно пробовать. Да, также не хватает овощей свежих, но соуса в достатке. Халапенье чуть меркнет, как бы, в этом все обилие, но это нехорошо. То есть, нет силы такой статты. Мясо нормальное, булочка прекрасная. Кранчи лук замечательный. Ну, то есть, если бы этот бургер стоил, там, даже целый, там, рублей 400, было бы шикарно. 500, 90% все-таки дороговато, но вот это хотя бы вкусно, больше чем-то едобно. Поэтому для остроежек это смело советую. Если вы здесь и хочется очень сильно либо супа помочь материально, либо в целом попробуй, то это можно, трюфельный, ну, оригинальный, как третий номер. Куриный бургер вообще не берите, потому что тут с курицей пока большие проблемы. Вот. Завершаем пробу бургеров на неплохой ноте. Ну, и последняя закуска, батат фри за 350 рублей. Ну, цена, как у куриных закусок, почти в два раза дороже, чем обычная фри. Так, ну, та же история, все очень вяленько. Ну, я думаю, что батат в целом по вкусу. Ну, как батат. Сладенькая картошка. И разнообразие взять можно, опять же, без восторгов. Должны быть восторги бургерные, то есть, ну, опять же, в таком кожулов заведении. Но при этом в послевкусии, кажется-таки, есть вот та самая ботаторость. Ну, послевкусие, долгоиграющее. Вот это здорово. Даже без соуса приятный и вот яркий. Может быть, это первый раз за сегодняшнюю закуску, если мы не берем халапеньо. И давайте пробуем соусы. Это у нас фирменный. Неплохо сочетается. И трюфельный. Тоже классно. Батат на удивление. Одна из самых выигрышных закусок. На мой скромный вкус, если вы меня смотрите, и, в принципе, уже давно видите, то я думаю, что мы с вами сочетаемся. Итоги в офисе подведем, но не забывайте, что в телеграм-канале по ссылке в описании есть оценки всем блюдам. Да, неутешительные, но честные и окей есть. А мы отправляемся в путь. И там уже за финалом. Так много вопросов и так мало ответов. Что мне делать теперь с этим чеком? Когда будет розыгрыш и будет ли? Почему бургеры без овощей называются самыми вкусными? Но занятно другое. Почти все посетители хвалят бургеры. Я с нескими пообщался, и они сказали, что круто, сочно, вкусно. Странно. В любом случае, пишите в комментариях свое мнение, мне будет интересно почитать. И не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, а также переходить по ссылкам в описании. Там много интересного и полезного. Лучше всех, Макс Брандт. Пока.